Развитие республики до 2030 года обсудят представители Молодежной ассоциации экономистов, ученых и эксперты. Стратегический документ должен определить не только приоритетные направления, но и экономический потенциал республики. Как проходит обсуждение этого важного документа в материале Оксаны Устиновой. Еще в начале декабря завершились общественные обсуждения проекта «Стратегия». В общей численности в обсуждениях приняло участие более тысячи человек. Предложения в проект поступили по самым разнообразным вопросам. Из них наиболее актуальными для жителей республики являются вопросы ЖКХ – это 11% от общего числа предложений, вопросы транспортной доступности и развития транспортной инфраструктуры – 10% и 8% развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Очень много предложений было от муниципальных образований. И, конечно, это в первую очередь касается доступности, доступности социальных услуг, качества жизни для самого населения. И, конечно, во главе угла стоит человек. Главное, чтобы на этой нашей огромной территории ему жилось комфортно и были условия для самореализации. Главная задача стратегии 2030 – это повышение благосостояния и качества жизни жителей Якутии. В каких условиях будут жить наши дети? Что мы предлагаем простому народу? На эти и другие вопросы должна ответить стратегия. В условиях нашего климата и обширных территорий ключевым становится разработка и внедрение технологий. Технологии нам должны позволить сократить издержки и складить вот эти неконкурентные условия для жизни и ведения бизнеса. И Якутия должна как магнит притягивать эти технологии, адаптировать их к условиям Арктики, генерировать сама эти идеи. Мы тоже способны, наши ученые способны для этого. Для этого есть и база, а перспективна для развития в республике и креативной индустрии. То, что мы говорим, то, что связано с идеями. Идеи сейчас становятся источником более высокой добавленной стоимости, нежели, допустим, добывающей отрасли. И поэтому на это тоже будет сделан упор стратегия. Все полученные поправки, уточнения и предложения представят на большой итоговой межрегиональной конференции, которая состоится в эту пятницу с участием привлеченных экспертов, деятелей науки и специалистов в области стратегического планирования. В обсуждении работе над стратегией важна роль молодежи. Исходя из этого, начнет свою работу молодежная площадка. Это вместе с Центром стратегических разработок, который возглавляет Кудрин Алексей Леонидович. И, как вы знаете, Кудрин Алексей Леонидович является одним из авторов-разработчиков стратегии развития России до 2035 года. В начале следующего года проект стратегии Якутии направят на согласование с федеральными органами власти. Они, в свою очередь, согласуют его с общероссийскими долгосрочными планами. Это займет около пяти месяцев, после чего проект будет внесен главой Вильдумян для принятия в виде закона. Оксана Устинова, Юрий Филиппов, МВК Саха, Якутск.